В общем, успехи, которые демонстрируют антипедиантитела, причем на всех фронтах, по сути дела, и при очень широком спектре опухоли, они, конечно, сейчас несколько заслонили от нас эпилемумаб. И встает вопрос о клинические примеры, в том числе один из которых я приводила, все-таки говорят о том, что это препарат, который все-таки имеет перспективы в использовании, и вот те длительные ответы, полные или неполные, но длительная такая стабилизация болезни при отсутствии какого-либо лечения, конечно, не может не удивлять. Ну, на сегодняшний день в нашей стране все три иммуно-онкологических препарата зарегистрированы, это эпилемумаб, пембролизумаб, ниволумаб. Ну, вот еще раз хочется обратить внимание на совершенно уникальную схему лечения, которая зарегистрирована для эпилемумаба. Мы практически никогда не сталкиваемся с такими схемами, какими-то короткими в лечении метастатической болезни. Как правило, это всегда лечение либо до прогрессирования, либо до развития непереносимой токсичности. А у эпилемумаба стандартная схема – это четыре внутривенных введения, то есть, по сути дела, индукционная фаза занимает всего лишь 10 недель, и дальше мы оцениваем эти результаты в зависимости от того, что мы видим, либо переключаем пациента на какую-то другую терапию, либо оставляем его под наблюдением. То есть пациент не получает лечения, и болезнь у него при этом не развивается. Ну и, конечно, мы не должны забывать о том, что все-таки эпилемумаб навсегда, наверное, останется в истории лечения метастатической меланомы, поскольку это первый препарат, который продемонстрировал возможность увеличения общей выживаемости пациента. Причем это было показано и для пациентов, ранее получавших лечение, и для пациентов, не получавших никакого лечения. На сегодняшний день именно категория пациентов, которые получили эпилемумаб, они сегодня наиболее длительно прослежены, что, в общем, понятно. И есть случаи прослеженности уже более 7-9 лет, и вот такая длительная прослеживаемость говорит нам о том, что эпилемумаб поднял планку общей выживаемости и увеличил ее от 5%, которые, по данным литературы, встречались для метастатической меланомы, это 5% выживаемость 5 и более лет, до 20%. И вот это, безусловно, заслуга этого препарата, потому что все-таки если сейчас мы понимаем, что анализ общей выживаемости во всех недавно проведенных исследованиях – это всегда, так сказать, суммарный эффект, в том числе и последующих линий терапии, то вот те пациенты, которые участвовали в первых исследованиях эпилемумаба, когда доступ к эффективному лечению был значительно лимитирован, все-таки вот этот хвост эпилемумаба, ну, можно с высокой вероятностью связать именно с этим лечением. И мне хотелось бы один пример клинический привести. Тоже пациентка, метастатическая меланома, тоже очень непросто шел у нее процесс диагностики, потому что разные ей диагнозы ставили. Ну, в общем, наконец, она к хирургу была направлена, а затем к онкологу, уже тогда, когда у нее метастазы в паховых лимфоузлах были реализованы. После операции она достаточно быстро спрогрессировала, и у нас ей повторно была паховая лимфоденктомия проведена, и тоже буквально через месяц у нее были выявлены уже множественные мягкотканные образования на коже конечностей и в правой пахово-бедренной области. Получила два стандартных курса декорбозина, интерферона, прогрессирование болезни, вот, причем в паховой области конгломерат лимфоузлов, метастазы в подвздошные лимфоузлы. И с учетом прогрессирования на фоне стандартной терапии была возможность также включения этой пациентки в программу расширенного доступа к апелемумабу. При этом у нее, несмотря на то, что маркер ЛДГ оставался в норме, но, в общем, был повышен уровень маркера С100, был экок-статус единица в связи с жалобами. И вот это обследование и объем болезни, который у нее был до начала терапии пелемумабом, в том числе и поражение Л1 позвонка у пациентки были выявлены, притрахиальные лимфоузлы, лимфоузлы по ходу бедренной артерии, подвздошные. И вот такая картина была на стопе. Вот видно, что рядом с пересаженным кожным лоскутом имеется метастаз, который кровоточит, безусловно, вызывает затруднения при ходьбе и боли. Вводную фазу пациентка получила в октябре-декабре 2015 года, перенесла лечение хорошо, без каких бы то ни было нежелательных явлений. И вот уже первое обследование, которое в январе 2016 года проводилось, показало выложенную положительную динамику, уменьшились все метастатические очаги, значительно уменьшилось образование на коже и подошвенной поверхности стопы. Естественно, что мы продолжали обследование этой пациентки, и в июле 2016 года был зарегистрирован полный эффект, исключением того, что практически все проявления болезни ушли, кроме того, что осталась деструкция тела Л1 позвонка, но она никаким образом не влияет на качество жизни. И последнее обследование пациентка проводила как раз в сентябре 2017 года, где признаки проявления болезни практически отсутствовали. И таким образом, в общем, в течение уже одного года и девяти месяцев она находится под наблюдением, не получает никакого противоопухолевого лечения. И, в общем, пациентка счастлива и довольна, и мы тоже. Очень рады, что мы вот увидели такой ответ на терапию. В общем, и это, конечно, позволяет нам, ну, в общем, говорить о том, что эпилемумаб, ему остается место у пациентов с метастатической меланомой. Даже несмотря на то, что, конечно, мы сегодня имеем результаты, в том числе прямого сравнения антипидиантител и эпилемумабы, они говорят о том, что антипидиантитела более эффективны. Это показали уже исследования первой фазы и с ниволумабом, как на этом слайде, и с пембролизумабом. И, в общем, понятно, что вот эта планка 20% длительной выживаемости, которую демонстрировал нам эпилемаб, сегодня поднята уже практически до 30-35, а у нелеченных пациентов даже более чем до 40%. Прямые исследования сравнения антипидиантитела и эпилемумаб проводились. Вот одно из исследований, где пембролизумаб сравнивался с эпилемумабом. И, в общем, тоже, ну, четко показано, что и по выживаемости без прогрессирования, по общей выживаемости пембролизумаб более эффективен по частоте объективных ответов. Мы здесь уже имеем 13% полных ответов на пембролизумабе. Конечно, появление уже двух эффективных иммуноонкологических препаратов позволяет рассчитывать, что их комбинация будет продемонстрировать нам еще большую эффективность, и есть результаты сегодня эффективности комбинаций и пембролизумаб с эпилемумабом, как вот в данном исследовании. И, в общем, мы видим, что контроль, уровень ответов уже достигает 57%. Эти данные уже прозвучали у предыдущих выступающих, а контроль при использовании комбинированной терапии, контроль над заболеванием достигается практически у 80% пациентов. И в том числе также 10% пациентов демонстрируют полные ответы. Исследование с ниволумабом ставило сразу несколько задач, потому что в рамках одного исследования проводилось сравнение с эпилемумабом и монорежима ниволумаба, и комбинированной терапией ниволумабом и эпилемумабом. И, в общем, тоже мы видим очень похожие данные. Исследование не было достаточно мощным для того, чтобы сравнивать группу комбинированной терапии и ниволумаба, но, тем не менее, по сравнению с эпилемумабом, и комбинированная терапия с ее частотой объективных ответов почти 60% и монорежима ниволумаба продемонстрировали яркие преимущества по сравнению с эпилемумабом. И это было также видно и при сравнении выживаемости без прогрессирования, при сравнении общей выживаемости. Если мы сравним профиль безопасности монотерапии антипидиантителами, то, в общем, здесь тоже, конечно, прослеживается преимущество по сравнению с эпилемумабом. И, несмотря на то, что спектр нежелательных явлений практически не различается, но, посмотрите, конечно, частота нежелательных явлений выраженной, третьей-четвертой степени, на фоне монотерапии антипидиантителами все-таки значительно меньше, чем на эпилемумабе. Чего не скажешь о комбинации. Все-таки вот такая высокая эффективность комбинации, она достигается значительным увеличением частоты нежелательных явлений, в том числе и вот таких выраженных третьей-четвертой степени. Это более чем 50% пациентов страдает от выраженной токсичности комбинированной терапии. Но вообще вот как-то, может быть, потому что эпилемумаб был первым вообще, для кого были описаны вот этот особый класс иммунозависимых нежелательных явлений. И, в общем, первые исследования показали, что, ну вернее, зарегистрировали несколько случаев смерти от развившихся на фоне терапии иммунозависимых нежелательных явлений, то сложилось вот какое-то представление о эпилемумабе, что это крайне высокотоксичное лечение. Ну, я вот здесь нашла два таких метаанализа по риску именно фатальных осложнений, связанных с терапией эпилемумабом, ну и для сравнения вот терапией бевоцизумабом. И, в общем, большое количество исследований, 12 рандомизированных исследований для эпилемумаба, более 5000 пациентов пролеченных эпилемумабом, причем с различными солидными опухолями, не только с меланомой, частота фатальных осложнений чуть больше 1%. Скажем, если сравнить это вот с опубликованными данными для бевоцизумаба, то это в 2,5 раза выше, 2,5%. Например, химиотерапия, посмотрите, ассоциируется с частотой фатальных осложнений 1,7%. То есть, безусловно, это лечение, которое, конечно же, должно очень тщательно контролироваться, мониторироваться и своевременно должны быть начаты комплекс медикаментозного лечения при развитии осложнений, но, тем не менее, в общем, у большинства пациентов все-таки лечение проходит без вот таких выраженных нежелательных явлений. Большинство из них при правильном выстроенном алгоритме действий поддается коррекции. Ну и все-таки место, вообще остается место для монотерапии эпилемумабом вот в свете наших возможностей современных лечения метастатической меланомы. Исследование имидж. Интересно было сделано, кстати, очень большое рандомизированное исследование, также проводилось во многих странах мира, и в него включались пациенты с метастатической меланомой, которые проспективные, которые затем были разделены на две кокорды. Те пациенты, которые в любой линии терапии получали эпилемумаб, и пациенты, которые такую терапию не получали, независимо от линии. Первая группа пациентов, вот вы видите, более тысячи составила, вторая – 209, но, тем не менее, если перейти от общего графика, который на этом представлен справа, уже посмотреть различия в общей выживаемости вот в этих двух подгруппах, то, в общем, мы увидим совершенно четко, что те пациенты, которые за все свое время получили терапию эпилемумабом, имеют значительно большую общую выживаемость, чем те пациенты, которые эту терапию не получали. И, ну, может стать вопрос, что, возможно, вот такое преимущество общей выживаемости связано с тем, что пациенты после эпилемумаба получили, скажем, ну, больший процент больных получил эффективные препараты. Ничего подобного. Вот оказалось, что пациенты, которые не получали эпилемумаб, посмотрите, значит, у них, например, терапия вимурафенибом проводилась значительно чаще, чем у тех пациентов, которые эпилемумаб получали. Терапия даброфенибом тоже значительно чаще, чем в этой первой группе. То есть вот эта прибавка, там, порядка трех месяцев к общей выживаемости, это все-таки исследователями было связано именно с использованием эпилемумаба. Ну, место теперь, как все-таки определить? Да, понятно, что, наверное, в большинстве случаев это не терапия первой линии, потому что сегодня за право использования в первой линии для берав позитивных пациентов борются берав ингибиторы и антипедия антителы, и, на самом деле, пока так мы и не знаем все-таки, какому лечению в первой линии отдать предпочтение для пациентов без берав мутаты. Но, мне кажется, я убедительно показала, что все-таки химиотерапия должна явно уйти из начала лечения, и здесь приоритет за использованием антипедии антител. И поэтому в большинстве случаев все-таки мы не говорим о том, что это препарат первой линии, я имею в виду эпилемумаб. Но вот те клинические примеры, которые я привела, все-таки говорят о том, что, наверное, возможно, существует какое-то, может быть, не очень большое количество пациентов, у которых все-таки мы можем получить вот такую длительную или стабилизацию, или полный ответ на терапию, и пациенты, которые дальше не будут лечиться. Вот это, безусловно, такой очень привлекательный момент, который заставляет нас в том числе и думать о том, когда, на каком этапе терапию эпилемумабом использовать. Первые исследования с антипеди-антителами были как раз у эпилемумаб-рефрактерных пациентов. И, в общем, понятно было, что, в принципе, антипеди-антитела работают после прогрессирования на эпилемумабе. А вот вопрос эпилемумаб работает после прогрессирования на антипеди-антителах. Ну, нет такого большого количества, скажем, наблюдений, но вот ретроспективный анализ такой существует. И, в общем, он говорит, что частота объективных ответов у пациентов после прогрессирования на антипеди-антителах достигает 10%. Стабилизация более 6 месяцев у 8% пациентов. Ну, чуть, может быть, результаты, может быть, чуть похуже, но, тем не менее, все-таки эта терапия может работать и после прогрессирования на антипеди-антителах. И, ну, это можно пропустить. И вот вопрос. Ну, а здесь как раз по данным двух исследований представлена эффективность уже антипеди-антител после прогрессирования на эпилемумабе. Объективный ответ. В одном случае 32%, в другом 21% работают препараты. И в такой последовательности. Вот исследование 64 как раз оценило две последовательности. Это неволумаб, затем переход на эпилемумаб, или начало терапии с эпилемумаба и затем переход на эпилемумаб. Вот первая последовательность антипеди-антителы, затем эпилемумаб оказалась более эффективной. По крайней мере, вот 12-летняя общая выживаемость в этой группе составила более 70%, а в группе обратной всего лишь 50%. Ну, таким образом, мы должны помнить о том, что эпилемумаб – это вот такой первый иммуно-онкологический препарат, и вообще первый препарат, который показал возможность увеличения общей выживаемости, что антипеди-антитела более эффективны, чем терапия эпилемумабом. Причем сегодня уже у нас есть данные, не только остаются те, для которых мы можем рассматривать и эту терапию. Хотя, конечно, мы должны признать, что все-таки такого мы не можем сегодня четко выделить эту категорию у пациентов, потому что факторы, которые влияют на эффективность терапии, они влияют на всю терапию, и набирав ингибиторы, и на антипеди-антитела. Но, тем не менее, вот эпилемумаб все-таки, безусловно, заслуживает внимания и может быть использован как еще одна возможность для увеличения общей выживаемости пациентов. Спасибо.